И можем, наверное, потихоньку начинать. Только надо определиться, кто будет первый. Уважаемые коллеги, добрый день. Рад всех приветствовать на третьей дне конференции. Это у нас уже третья секция, которая посвящена трудоустройству, успешности выпускников на рынке труда. Меня зовут Рудаков Виктор, я являюсь замдиректор Института 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 исследований в школе экономики. У нас сегодня, ну вот на текущий момент, по крайней мере, три докладчика. Но мы давайте все-таки будем исходить из того, что у нас их может быть четыре. Соответственно, регламент следующий. 15 минут отводится на доклад, 5-7 минут на вопросы. Когда будет оставаться три минуты до окончания доклада, я в реакции подниму руку. Вот таким образом, чтобы докладчику было понятно. Ну и так как у нас сейчас первых докладчиков, по всей видимости, они отсутствуют, я предлагаю тогда начать с Веры Андреевны Мальцевой и Натальи Яковлевны Розенфельд, который выступает с докладом на тему траектории высоко, прошу прощения, который выступает с докладом по теме траектории высокообразованной молодежи в образовании на рынке труда, на материале лонгитюдного исследования. Вера Андреевна, вам слово тогда. Коллеги, добрый день. Надеюсь, меня хорошо слышно и презентацию видно. Я рада представить результаты нашего с Натальей Розенфельд исследования. Мы его проводим в рамках Гранд РНФ. Мы изучаем траектории молодежи не только высокообразованной и вопрос социальной мобильности, но сегодня буду говорить именно про выпускников университетов и что с ними происходит. Когда мы только начинали заниматься темой траектории, первая вещь, с которой мы столкнулись, в объеме литературы, особенно экономической, которую мы перерабатывали, мы заметили, что в основном исследователи изучают переход, однократный переход из учебы в работу, особенно если речь идет о недавних выпускниках. Однако реальность и, допустим, социологическая перспектива и рамка теоретическая на траектории показывают другое, о том, что молодой человек и немолодой человек переживают многократные переходы и в учебе, и в работе, например, с временной работой, на постоянную, например, возврат в образование и так далее. И очевидно, что очень важно попробовать захватить всю эту сложность на правой части графика, но, как и всегда, важной преподой является не просто какая-то, не знаю, незаметность этой темы, но проблема ограничения с данными. Для такого рода исследования требуются либо административные данные, в лучшем смысле, малодоступные в России, вот сейчас появляется эта история с тотальным мониторингом, либо лонгитюды. В мировой практике это уже золотой стандарт. Все, что у нас есть на сегодня, это лонгитюд Института образования Вышки, который 10 лет ведется и, по крайней мере, дает эту возможность сделать. Конечно, административные данные Министерства труда, которые сейчас уже начинают появляться в общем доступе, будут еще большим продвижением в этой теме. Но мы начали именно работать так. И наша идея была, по сути, объединить наработки экономистов в этой области, потому что вот мои уважаемые коллеги здесь присутствующие сделали уже огромный задел в этом вопросе, что касается российских данных. И мы очень много знаем про переход, факторы успешного перехода от учебы к работе и про выпускников университета. В общем, мы знаем очень много. И про специфику российского контекста на рынке труда, например, активную практику совмещения учебы и работы, значительную региональную мобильность, состоявшийся переход к магистратуре и наличие отдачи на магистрский диплом. Тем не менее, все еще сохраняется некий такой пробел, который хотелось бы восполнить, а именно исследование не столько перехода однократного, сколько захватить всю сложность траекторий, что происходит с молодежью, высокообразованной молодежью, насколько разнообразны эти траектории, и именно на лонгитюд данных. Такие заходы первые были. Я оставила сноску на лонгитюд, например, в Новосибирской области, который коллеги-социологи проводили, однако на выборке по Российской Федерации еще работы в нашей методологии не было, поэтому мы пробовали закрыть этот пробел. И мы поставили перед собой два вопроса, исследовательских, вокруг которых и строим работу. Первый такой сугубо, я бы сказала, разведывательный, дескриптивный. Мы хотим понять, как устроены эти маршруты. Не просто какая зарплата и трудоустроена или нет, а как устроены эти маршруты, что с ними происходило на протяжении многих лет до 25, до какой момент у нас есть данные. И второй вопрос уже более содержательный. А как стартовые условия, а именно социально-экономический статус и параметры человечества капитала, как-то когнитивные или некогнитивные, если так их назовем, навыки, связаны с тем, как разворачивается эта траектория в образовании и профессии. Искодили мы и следующего. Конечно же, факторы, которые влияют на траекторию, их множество. И у нас не было цели всех захватить, но, конечно же, важно понимать их существование. Это и большие макровопросы, то есть, по сути, это контексты большие, в которых разворачивается траектория. Это и вопросы состояния рынка труда, качества рабочих мест. Это ситуация в рынке высшего образования и каких-то институциональных практик поддержки, допустим, молодежной занятости. Так и условно-мезофакторы, это институциональные факторы места работы, места учебы. Например, типичная ситуация с селективностью вуза и университета, которые связаны с тем, насколько успешна траектория. Но не в последнюю, в третью очередь, важны микрофакторы индивидуальной характеристики. Вот именно на них мы и сконцентрировали внимание в нашей работе. Здесь все традиционно, это факторы социально-экономического статуса. Они операционализируются через уровень образования родителей или профессиональный статус, культурный капитал ожидания. И в соответствии с известной нам теорией социального воспроизводства, мы знаем общий тезис, что чем выше социально-экономический статус, тем длительнее образование, тем более селективное образовательное учреждение, и тем вообще выше результаты на рынке труда. С человеческим капиталом здесь мы надеваем шляпу у теории человеческого капитала, и понимаем, что чем выше когнитивные навыки, тем длительнее образование. Ряд некогнитивных характеристик связаны с более высокими результатами на рынке труда. Это открытая добросовестность. И, например, опыт работы тоже позитивно влияет на заработную плату. И, конечно, есть стандартные социально-демографические характеристики, которые невозможно не фиксировать. Гендер, семейное положение, национальность в ряде мировых исследований. Мы знаем, как это сильно корректирует траектории. Как же было устроено наше исследование? Что мы, собственно, изучали? Мы изучали 9-летние траектории в образовании и профессии тех, кто получил высшее образование к 25 годам, кто имеет диплом университета. Наша посылка, главная идея в том, что чем выше человеческий капитал, то есть вот этот запас первоначальный и социально-экономический статус, тем более гладкими будут траектории, беспроблемные карьерные, и тем длительнее образование. По этому поводу есть, конечно же, исследования мировые, и мы, например, базировались на типологии траектории. Мы пытались ее расшить от классической линейной и нелинейной траектории, то есть сложная, такая угловатая или очень легкая, и добавили реверсивные, прикориальные, отложенные, мы тоже их изучаем. Мы, по сути, поставили перед собой несколько гипотез и последовательно на них отвечали. Мы предполагали, что преобладают все-таки нелинейные траектории, как и во всем мире. Все сложнее, все совмещают учебу и работу, возвращаются в образование. Временная занятость тоже вещь популярная. Второй тезис. Мы предполагали, что в траекториях с длинным высшим образованием, то есть магистерским треком, окажутся те, у кого выше социально-экономический статус, и тем, у кого выше условные когнитивные навыки, это все академическая успеваемость, ранняя, ранняя школьная. Мы предполагали следующая гипотеза о том, что траектории с продолжительным опытом работы, в том числе с совмещением, с длительным, не будут связаны с социально-экономическим статусом, потому как в России выпускники вузов ориентируются не только на финансовые мотивы в этом вопросе, и это не будет связано с более низким, например, человеческим капиталом. И последняя гипотеза о том, что траектории с большими периодами нестабильности, временной занятости, неактивности не будут связаны с более низким человеческим капиталом, то есть когнитивными, некогнитивными навыками. Мы использовали данные, о которых я говорила, лонгитюда, 9 лет, мы пошли двухшагово, сначала нам нужно было собственно найти эти траектории, мы использовали для этого анализ последовательности, такой устоявшийся метод в социальных науках, дополнили его кластерным анализом, чтобы получить собственно эти траектории. И дальше мы моделировали попадание в эти траектории в зависимости от конфигурации индивидуальных характеристик. По анализу последовательности, по сути, идея проста. У нас есть 9 лет, и мы знаем, что с ними происходило. Мы ввели 9 статусов, то есть что может происходить с человеком. Он учится в школе, в колледже, в вузе, временно работает, постоянно работает, совмещает. И мы контролировали по каждому наблюдению, что человек делал все 9 волн. Вот условно на картинке, одно наблюдение, как выглядела бы эта кодировка. Дальше мы пошли по стандартным алгоритмам анализа последовательности, дополнили кластеризацию и получили 9 кластеров. Мы их называем 9 траекторий, потому что это паттерны. И на втором этапе мы уже понятным регрессионным анализом моделировали попадание в одну из, каждую из этих траекторий. Мы взяли переменные социально-экономического статуса, человеческого капитала. Наш лангитюд богатый, поэтому у нас есть данные, например, в международном обследовании ТИМС по математике, то есть максимально не смещенные, не связанные социально-экономическим статусом в отличие от ЕГЭ. У нас есть возможность было сконструировать некогнитивные характеристики, открытость, добросовестность, невротизм. Мы взяли несколько параметров СЭС, культурный капитал, высшее образование у родителей, ожидания родителей, образовательные, ну и набор важных контрольных переменных. Мы также внесли, лангитюд наш позволял много вещей учесть. Что же мы, собственно, получили? Я буду, наверное, чуть ускоряться, чтобы все успеть. На первом этапе мы пытались понять, а какие вообще траектории бывают. Вот по результатам анализа последовательности вот у нас получилась такая картинка, девять траекторий, чтобы было понятно. Голубое, все, что голубого цвета, это учеба. Зеленое, это работа. Как мы видим, в общем, картинки очень разные, а это все вроде как выпускники университета, и с ними что-то происходило очень разное. Все по-разному длительность обучения, у всех разный момент выхода, входа на рынок труда, кто-то попадал в безработицу и неактивность, кто-то нет. Мы дальше работали вот с такой более простой моделью, что мы нашли, какие это траектории. Мы поделили их на три типа. Первый тип, это короткое обучение, то есть это бакалавриат и потом работа. Без магистратуры, они туда не приходили. И у нас такие три. Есть такая идеальная, эталонная, на которую, мне кажется, нас раньше ориентировали, как надо учить студентов. Линейная, когда четыре года студент учился, нигде не работал и потом вышел на постоянную работу и беспроблемно в ней находится. Идеальная траектория. Дальше мы нашли линейную совмещение, когда человек начал на третьем или четвертом курсе работать и теперь тоже успешно находится на рынке труда, все в порядке. И карьерная траектория, когда с первого курса бакалавриата студенты начали совмещать и все это время работают. То есть они с 18 лет занято делаем. Это три таких типа. Дальше четыре траектории с длинным обучением. И здесь целая палитра. Есть отложенная траектория, когда студенты шесть лет выдержали маршрут в образовании и не работали. То есть они закончили бакалавриат, магистратуру, только потом пытаются найти работу и сейчас достаточно сложной ситуации на рынке труда. И несколько других моделей. Например, длинная линейная. Это когда последовательно бакалавриат, магистратура и человек, как приличный человек, начал учиться и работать только в магистратуре. То есть такая профессионализация первая случилась тогда. Есть очень интересная длинная карьерная траектория. Это, по сути, продолжение вот той первой, когда человек и бакалавриат, и магистратуру все годы работал, совмещал и учился. И, наконец, третий тип транзитное и нестабильное. Транзитный тип, как мне кажется, служит отдельного внимания, потому что высшее образование и выпускником университета можно стать и нетрадиционным входом в ВУЗ. А именно, мы видим, что эти ребята пришли в университет сразу после колледжа и уже успели его закончить и выйти на рынок труда как обладатели двух уровней, по сути, образования, двух дипломов. И нестабильная траектория или прикарная траектория, когда люди закончили только бакалавриат и достаточно сложно себя чувствуют на рынке труда, постоянно находятся либо во временной занятости, либо нестабильности, безработица там особо не встречалась. Ну а теперь самое интересное, какие же характеристики предсказывают включение в эти очень разные траектории. У нас, конечно, очень большие эти таблицы, которые я пыталась все сжать максимально, я попробую дальше вообще без этих цифр показывать, потому что я оставлю ссылку на статью. Первая мысль была в том, что мы все-таки смотрим человеческий капитал и СЭС, и мы видим, что параметры человеческого капитала это то, что подсвечено голубым и зеленым, лучше объясняют включение в траектории, лучше предсказывают, чем социально-экономический статус, который предсказывал только две траектории. А дальше уже я предлагаю пройтись по гипотезам, по трем, которые мы фокусировались. Первая гипотеза была, включаются ли в траектории с длинным высшим образованием, то есть магистерским, те, у кого более высокий СЭС и более лучшие академические способности. Частично. Социально-экономический статус оказался значим только для одной из четырех траекторий, причем очень любопытно, в какой. В этой ситуации очень высокий СЭС, культурный капитал ожидания родителей, вот этот вторичный эффект СЭС показал, он компенсировал более низкие академические способности, по сути, оставил в колее длинного образования этих студентов. В остальных случаях, во всех четырех траекториях с длинным высшим образованием, предиктор высокие академические способности. Это математика в восьмом классе ТИМС, независимые исследования, к которым не готовили семьи, и среди них много олимпиадников Всероссийской Олимпиады школьников. Вторая гипотеза про совмещение опыта работы. Мы предполагали, что она не будет связана ни с СЭС, ни с человеческим капиталом в смысле когнитивных способностей. Да, с когнитивными не связано, но мы нашли, что с некогнитивной характеристикой, именно открытостью к новому опыту, значимо связаны обе траектории карьерные, которые мы нашли. Под карьерными, я подчеркну, мы понимаем те, когда студенты начали совмещать учебную работу с первого курса бакалавриата и продолжали это делать. Это согласуется с результатами исследований наших коллег из лаборатории исследований рынка труда. Они тоже находили, что открытости значимо связаны с более высокими результатами на рынке. Но по социально-экономическому статусу у нас получилась интересная совершенно развилка. Мы видим, что низкий социально-экономический статус связан с траекторией, которую мы называем вынужденной ранний выход на рынок труда. Это ситуация более низкого СЭС, более сложного конфигурации. Высокий СЭС имеет совершенно другую ситуацию. Это привилегированная карьерная траектория с более квалифицированной работой и которая не помешала закончить магистратуру, тогда как низкий СЭС связан с короткой учебой. И третья гипотеза про нестабильную траекторию. Мы предполагали, что шансы оказаться в ней выше у тех, кто просто академически слабее. Но мы думали, что они сложнее ищут себе работу, но нет. Не связано ни с когнитивными, ни с некогнитивными, нет никаких значимых отличий с линейной траекторией, но мы нашли интересное. Мы предполагали, но, наверное, есть еще одна гипотеза. Это не плохие навыки, а плохой выбор профессии. И мы обнаружили, что они значимо были хуже, проинформированы и пассивно выбирали свою первую специальность. По сути, пошли учиться, куда глаза глядели. Мы специально моделировали такую переменную. Так как времени немного, я предлагаю перейти, пожалуй, к еще одному важному выводу по транзиту. Как мне кажется, важному нашему расширению, мы уже знали, что транзитные студенты, вот эти ребята, кто после колледжа сразу идут в университет, они, что интересно, слабее по академической успеваемости значительно всех остальных, но они не отличаются по социально-экономическому статусу. Мы тоже это подтвердили в нашей работе. Но мы нашли интересное, что предикторы вот этого успешного транзита, проживание, по сути, в Москве, в Петербурге, в больших рынках, с большим рынком высшего образования, где легче совершить этот транзит. И также этот транзит чаще, точнее, реже совершали те, кто учились на хардовых индустриальных специальностях. Их чаще совершали те, кто учились на гуманитарных, социально-экономических. Поэтому мы предполагаем, что транзит совершается, по сути, в некоторых благоприятных условиях. И, наверное, финальные выводы три. Конечно, очень я сжатую версию здесь представила. Самое главное, что мы и хотели увидеть, и мы нашли, что траектории очень разнообразны. И мы видим за этим некоторые разные стратегии, как в образовании, так и на рынке труда. Мы видим, что длинное образование может быть отложенным взрослением, может быть осознанной попыткой параллельно накапливать общий специфический капитал. Видим ситуацию, когда случался возврат в высшее образование. Это все разные стратегии. В работе мы видим вот этих карьеристов, которые с первого курса работали и магистратуру закончили, работают квалифицированные, на высококвалифицированной работе. Есть просто подрабатывающие, а есть те, кто начали профессионализироваться в магистратуре. Во-вторых, мы понимаем, что классическое понимание линейности траекторий слабо применимо в принципе, учитывая массовую практику совмещения учебы и работы. И если мы учтем таких, то окажется, что в России выпускников с линейной, условно-линейной траекторией успешной гораздо больше, чем в других странах, если использовать вот эту нашу методологию. Ну и последний вывод. Все-таки наше предположение, что выбор траектории как-то связан с исходными параметрами человеческого капитала СС подтверждаются, но при этом параметры человеческого капитала в нашей модели работают лучше. Мы видим, что продолжение обучения с этим связано и ранее трудовая траектория связана с некогнитивной характеристикой. Тем не менее, мы предполагаем, что продолжение нашего исследования и, например, на выборке 40-летних покажет, возможно, другую ситуацию, потому что в других исследованиях уже к моменту зарплатного пика становится, наконец, ясно, есть ли длинный след социально-экономического статуса или нет. Коллеги, спасибо большое. Я завершу, наверное, ссылкой на статью, если она будет интересна для прочтения, потому как в ней миллион подробностей. Спасибо. Иран Дэн, большое спасибо за интересный доклад. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Можете либо в чат писать, либо задавать вопросы для тех, кто... У нас из зала есть, да, вопрос? Вера, привет. Ну, классический вопрос для этой конференции. Аполл вы рассматривали как фактор? Да, Надь, спасибо. Слышу, не вижу, но слышу. Да, конечно, контрольная переменная была, и из того, где она была значима, в единственном, вот в этой привилегированной карьерной траектории, когда студенты закончили и бакалавриат, и магистратуру, работали, у них работа высококвалифицированная, среди них значимо больше юношей. И мы как бы здесь на далеко идущие выводы не готовы пойти, о том, что это какая-то поощряемая стратегия для молодых людей. В общем, неплохо бы тебе пораньше начать работать, накапливать специфический человеческий капитал. Я не готова здесь так говорить, но тем не менее, да, является ли это статистическим артефактом или чем-то содержательным, трудно сказать, но да, да, значимо только вот в одной траектории, пол. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще какие-то вопросы? Ну, может, пока кто-то собирается с вопросом. У меня вот тоже вот продолжение отчасти этого найденного вопроса, учитывали ли вы, да, вот вы как-то смотрели миграцию, то есть вот, ну, грубо говоря, что есть траектории, понятно, да, и образовательные, трудовые и так далее, но образовательные траектории, они часто сопряжены с миграцией, трудовые тоже, то есть это может оказывать разные эффекты, да и в последующем на рынке труда, на результаты, и в принципе, то есть одно дело, когда человек поступает в магистратуру в своем городе, совершенно другое, если он едет в какой-то другой, то есть вот вы как-то это учитывали в исследовании своем? Да, спасибо за вопрос, напрямую нет, но косвенно вот как учитывали, мы в контрольных, у нас было, где они закончили школу, это был тип населенного пункта, это первый момент, и там есть любопытно, например, есть траектория с длинным магистерским треком, с таким очень безопасным вариантом, когда на работу в первой высшей магистратуре, сразу же, без промедления, без геопьера, и там значимо больше людей из маленьких населенных пунктов, то есть они явно совершали образовательную миграцию, потому что у них просто нет возможности жить в своем городе и получать образование высшее, и нам кажется, что это возможно, магистратура в данном случае является неким способом закрепиться в неродном городе, остаться в нем, вот так косвенно мы увидели здесь вопрос миграции, как мы еще пытались, мы учитывали регион, когда мы учитывали регион, мы учитывали уже тот, в котором они проживают и зарплату получают, то есть тот, который же был на четвертом курсе клавариата, например, то есть для нас город, в котором мы школу закончили, это был, по сути, индикатор СЭС, условно говоря, если можно так понять, а регион уже был рынком труда, где они трудоустраиваются, что может влиять на успешность траектории именно трудовой, но напрямую вопрос переездов не учитывался, и этот вопрос меня тоже мучает, но я предполагаю, что для этого, ну, сейчас уже у нас модель перегружена, если честно, достаточно сильно, хотя оно все выдерживает, но тем не менее, мне кажется, это требует другого дизайна, то есть в качестве статусов будет не просто учеба и работа, а будут вопросы перемещений, то есть мы можем подать на анализ последовательности это региональное присутствие, где они находились в этот момент, что с ними происходило, и посмотреть, что с ними происходит, например, мне кажется, это было бы интересно во времени смотреть, не просто факт переезда, а многократности перемещений вот этих вот, но я думаю, что административные данные здесь лучше подойдут, в нашем гитюде это так подробно, к сожалению, не учитывалось. Спасибо. Ну, смотрите, у вас же там панель, я так, ну, то есть это же длительное обследование, правильно, и там спрашивается наверняка, где человек закончил школу, да, где человек закончил вуз, наверное, и где он сейчас работает. Да, да, у нас есть... То есть можно это сопоставить просто и, ну, как бы вот этот аспект включить дополнительно. Да, там есть один момент, который не дает покоя, там в одной волне, то есть у нас был, у меня было желание построить вообще тотальную информацию, то есть по месяцам, чтобы было понимание. К сожалению, там есть волна, в которой есть только годовые данные, потому что просто не включили в одну волну, поэтому есть данные годовые. Да, каждый год мы можем за 9 лет сказать, где они жили, что с ним происходило, но не тотально по месяцам. есть такое ограничение. Хорошо, спасибо. Коллеги, еще вопросы? У нас есть вопрос. Скажите, пожалуйста, а у вас как причитывалось к устройству, внимание, к профессии, специальности, по которым вы учили? Да, конечно, в самом лонгитюде есть такой вопрос, обязательно работают ли они по специальности, однако мы не использовали этот индикатор, потому что он для нас, как бы мы искали ответ на вопрос фактора включения в траекторию, то есть отнестись как-то к этому индикатору нам было трудно в нашем исследовании, просто в него не помещалось. У нас была мысль раньше, как померить успешность этих траекторий, то есть сейчас мы их просто описываем и предсказываем включения, но мы никак их не квалифицируем, мы не можем сказать, а вот эта траектория много лучше вот этой соседней, и мы думали, а какой параметр для этого подойдет? Заработная плата, условно скорректированная на регион, не знаю, удовлетворенность работы или, например, то, о чем вы говорите, работа по специальности, но вот Виктор Николаевич мне не даст вот это соврать про работу по специальности, вот кого-кого тут можно спросить, мы про это знаем очень много, самое главное, что да, это фактор успешного в общем трудоустройства и по скорости и по заработной плате, это мы знаем точно, поэтому мы решили в эту воду не ходить, потому что коллеги это изучили уж очень хорошо, вот, и мы немного сомневаемся, что это важный и такой ключевой показатель успешности траектории, вот здесь мы сильно не уверены, и поэтому мы не использовали этот показатель. Ну да, работа по специальности действительно, это если самооценка еще как-то может измерить, а так вот, если мы будем что-то сопоставлять, то вообще не факт, вот успешность, скорее показатель действительно зарплата может быть и удовлетворенность. Спасибо за комментарий, да. Ну, здесь вообще на самом деле такой интересный вопрос для дискуссии, вот, ну, давайте, наверное, оставим ее. потому что, раз мы сейчас дальше будем рассказывать системное спло, мы там должны быть более-не-более эти вопросы уже затрагивать. Хорошо, спасибо. Коллеги, ну, если вопросов нет, тогда еще раз поблагодарим Веру за доклад, большое спасибо. Так, у нас коллеги с Высшколы экономики Андрея Александрович и Михаил Леонидович подошли? Нет. Нет, да. Хорошо, а коллеги из Ранхикс, Елена Владимировна Ломтева и Лариса Юрьевна Бедрева здесь, да? И они в аудитории, я так понимаю. Хорошо, коллеги, тогда слово доставляем вам. Тема доклада «Особенности выбора выпускников СПО трудоустройства или продолжения обучения в системе высшего образования». У вас, Вера, да, конечно. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней конференции. И я и моя коллега вот здесь присутствует Ломтева Елена Владимировна, мы хотели бы представить вашему вниманию анализ данных, которые мы получили в ходе достаточно масштабного исследования в прошлом году, проводимого в рамках социологического опроса и на тему трудоустройства выпускников системы среднего профессионального образования. А также анализ статистических данных, которые как раз касаются вот этой перехода из системы среднего профессионального образования в систему высшего образования. Ну вот, хотелось бы начать именно с неких показателей трудоустройства. Здесь я привожу данные за 19-е и 21-е годы до сравнения. Что бы хотелось отметить, что мы видим, выпускники системы среднего профессионального образования по доле трудоустроенных, независимо от года, до пандемийного или пандемийного года, у нас примерно около 60%. А вот больше как бы интерес представляет вторая часть, это 40% нетрудоустроенных и здесь уже разделение на некие категории разнятся. Так, мы если возьмем нетрудоустроенных, мы видим 19-й год это всего около 5% было в плане тех, которые действительно не работали или были зарегистрированы на бирже труда. А вот уже 21-й год у нас показывает 20%. Ну, я думаю, что всем понятно будет, с чем это в первую очередь связано. Это пандемийные годы, это сложность социально-экономического положения в стране, это закрытие фирмы и так далее, и тому подобное. Но есть еще один интересный показатель, это продолжили обучение профессиональных образовательных организаций. В данном случае в основном 95%, можно сказать, процентов это продолжали обучение системе среднего, а высшего образования. И здесь мы видим, что независимо от года примерно показатель 10-12%. И вот сразу, чтобы по этому пункту пояснить, мы перейдем к следующему слайду, и скажу так, что бытовало мнение, оно всегда присутствовало, мы часто об этом спорим на многих семинарах, что вот система среднего профобразования многими учащимся используется как некий такой трамплин в систему высшего образования для обхода ЕГЭ. и так, например, ГИФС приводит данные, что где-то от 30 до 30 процентов выпускников системы СПО переходят сразу, переходят в ВУЗ. И дело в том, что у нас вот вы видите другие показатели, где-то очная форма дает цифру от 5 до 12 процентов, заочная от 10 до 20 процентов. Почему такая разница между показателями? Дело в том, что вот то, что вы видите сейчас, это данные по переходу сразу после завершения обучения профессиональных образовательных организаций. То есть это те, которые не идут, устраиваются на работу, особенно это касается очной формы обучения, а практически вот то, что говорили, транзитная вот эта схема переходит в систему высшего образования. В основном это происходит в большей доле процентов в регионах, где сейчас организации высшего образования сами реализуют на своей базе программы среднего профессионального образования. И там наиболее удобно выпускникам переходить далее в систему высшего образования. Но вот цифры вы видите небольшие, то есть считайте вот там пяти процентов до двенадцати это не так много от всех выпускников системы среднего профобразования. Но в чем есть такой как бы здесь подвох небольшой. Дело в том, что мы проводили исследование за пять лет и что получилось, что очная форма она с каждым годом вот эта доля, которая переходит из системы среднего профобразования выше, она увеличивается, растет. Да, прирост небольшой, но все равно тенденция понятна на увеличение. А вот на заочную вечернюю форму сокращается. И когда мы попытались ответить на этот вопрос, то в основном получается вот такое сокращение связано с тем, что в последние годы ну по заочной вечерней формы стало появляться больше платных программ, нежели бюджетных. А в этой ситуации, как правило, когда идет выпускник по высшей школе, ну как бы высшее образование параллельно работая, когда он не может позволить себе как правило обучаться очно или для улучшения своей карьеры в дальнейшем с какой-то перспективой. Ну это вот что касается именно перехода в систему высшего образования, а дальше хотелось бы продолжить именно по трудоустройству. Вот я специально задала вопрос к предыдущему докладчику, потому что для системы спойта очень важно не только доля трудоустроившихся, а вот важно сколько из них трудоустроились по профессии специальности. Почему это так важно? Дело в том, что весь все затратные на обучение таких специалистов ложатся, как правило, на регион. И все образовательные организации в первую очередь должны обеспечивать специалистами среднего профессионального образования, коэффицированные рабочие именно для этого региона. И очень важно сколько людей приходит обучаться, сколько из них в дальнейшем трудоустраиваются именно по полученной профессии специальности. И вроде бы цифры так непонятны, а хорошие это 40% или 45%. Но дело в том, что это средний показатель. А если брать по регионам, то, например, 100% мы берем всех трудоустроенных, то у нас 35 регионов где-то колеблется от 40 до 60% из всех трудоустроенных, а около 20 регионов это где-то от 20 до 40%. То есть в принципе показатели трудоустройства по профессии специальности не так высоки. И вот следующее, на чем бы я хотела остановиться, это причины все-таки вот такого низкого показателя трудоустройства по профессии специальности. Но в первую очередь у нас есть как бы две стороны, это рынок труда и образовательная организация. Рынок труда, он имеет перечень профессий и специальностей, которые наиболее востребованы либо по России в целом, но мы видим топ-50 стандартный, или топ-регион. У каждого региона присутствует вот такой список. А со стороны среднего профессионального образования, это обычный перечень профессий и специальностей, по которым ведется обучение. Между ними какого-то пересечения, взаимодействия или сопоставления просто на сегодняшний момент нет. И к чему это привело? Дело в том, что в тех же исследованиях, которые мы проводили в прошлом году, мы у каждого региона запросили перечень топ-наиболее востребованных профессий и специальностей, но не просто обычный список, а попросили каждой специальности параллельно написать, какие специальности системы среднего профессионального образования соответствуют специальностям рынка труда. Вот с этой задачей вы справились только где-то около третьих регионов. И бидно, что те, кто эти списки в таком сопоставлении прислали, это не то, что они выполнили нашу просьбу, это значит, у них уже такая работа ведется. И они знают действительно, кто нужен на их рынке труда и кого они обучают. А вот две трети нам прислали совершенно автономные списки, а многие из них даже и вообще не имеют топа вот этого регионного, просто прислали списки, по которым обучают в данном регионе. К чему это привело? Вот для примера, на следующем слайде мы видим два федеральных округа. Это доля профессий из их перечня востребованных, по которым в данном регионе вообще не ведется никакого обучения. Это достаточно для многих регионов большие цифры. Вы видите Москву. Что означает? То есть профессии, которые востребованы, по факту не обучают. И это в свое время приводит к так называемой миграции. Но дело в том, что опять-таки обращаю внимание, все затраты по этому уровню образования в большинстве своем случае ложатся на регион. То есть он обеспечивает себя специалистами. Кроме того, мы видим дисбалансы. Какие-то федеральные округа имеют потребности, несмотря на то, что идет соблющение, а в других идет переизбыток. То же самое мы это обнаружили, изучая дошкольную подготовку и воспитателей для дошкольного образования. К примеру, один из регионов выпускал до 800 специалистов в год, а потребность была около 200. то есть куда выпускали специалисты, для чего выпускали специалисты, сам регион не мог ответить на этот вопрос. Как-то идет по инерции, по накатанной. Или, например, вы видите ниже, мы опрашивали работодателей, например, кто им нужен. И вот пример красным цветом выделены те профессии, которые нужны региону, но поскольку опрос проводился в 21 году, то на тот момент даже не было еще прием по этим профессиям. А с учетом, что им все-таки два-три года еще надо учиться, то и в перспективе эти регионы, этих специалистов у себя не получат, только если смогут как-то привлечь из других регионов. Но при этом я еще не сказала, что вот такая проблема трудоустройства именно по специальности с учетом управленческих каких-то несостыковок, она связана еще с самим желанием, не то, что желанием, а выбором самих студентов, учащихся. Дело в том, что многие вообще идут учиться в систему среднего профообразования, и это коллега моя по-высшему тоже, кстати, говорил о том, что идут абы куда, лишь бы уйти из школы и где-то себе там пристроиться, выбирают минимально затратные по проблематике поступления специальности, дальше учатся, естественно, они не попадают дальше в трудоустройство по профессии. Зачастую у некоторых родители настаивают на той или иной профессии, специальности, и проучившись там 4 года человек понимает, что она ему просто не нравится. В то же время вот этот как бы слайд показывает вообще желание учиться нашей молодежи в системе среднего профообразования, а вы видите, что оно достаточно большое желание. Но в то же время со стороны государства это желание никак практически не поддерживается. Бюджет мы видим как на специалистов среднего звена, он практически не меняется, чуть-чуть вырос за 5 лет. А вот что касается квалифицированных рабочих, то здесь мы видим, что бюджет просто так сказать с года в год падает. А вот при платном обучении договорном справа, который он растет. То есть что бы хотел сказать, ну, многие бы сказать, ну, хорошо, ну, и пускай учатся платно. Но дело в том, что хотелось бы такой один момент, что ССПО это один из уровней образования, который у нас в Конституции записан как бесплатный. То есть практически государство обещает, что данный уровень люди могут освоить бесплатно. А у нас получается наоборот. Особенно касательно квалифицированных рабочих. Бюджет падает из года в год, а вот платные все дисциплины растут. Ну, это вот что касается самого желания. Что касается заработных плат. Дело в том, что заработные платы у пускников системы среднего профобразования, они, вот если по средним показателям смотреть, то не сильно ниже, чем средний показатель этих же специалистов по региону. Поэтому за последнее время, честно сказать, этот уровень образования, он достаточно сильно приобрел и имеет интерес у молодежи. Проще уйти со школы, не мучаясь с подготовкой ЕГЭ, 2-3 года отучиться в СПО, выйти на работу и дальше, если уж так сильно захочется, продолжить свое обучение системе высшего образования, в том числе используя вот эти треки, когда ты и работаешь и учишься. Это наиболее такой распространенный выбор. Что касается целевиков, интересная группа, под ним часто спорят о нужной ли они, но они действительно нужны, особенно для специальностей, которых касаются социальной сферы, медсестры в плане СПО, педагоги, то есть воспитатели детских садов. Но что из трудоустройства у них интересное получилось? Ну, в принципе, они в той же тенденции, как и общее трудоустройство. Мы видим, что из года в год ничего не поменялось, трудоустройство примерно в районе 50% было, что же изменилось? А изменилось с 2019 года, если посмотрим, по специальности из них устроилось где-то 50% из 55% вообще трудоустроенных, а теперь уже в предыдущем году всего 35%. Но опять-таки все понятно, пандемия и многие проблемы. В то же время, что интересно, чем целевики? У целевика, когда он учится, у него в договоре прописана та организация, где он должен быть далее трудоустроен. Так вот, в 2019 году мы видим, что в организации по договору было 44% из 48%. В принципе, тоже неплохой результат. В 2021 году мы видим уже, что в той организации, которая была записана в договоре, всего лишь 28% трудоустроенных. то тоже есть тенденция к тому, что все-таки этот вид обучения оплачивается в основной своей массе это предприятиями, что тоже не есть, ну как тенденция не положительную динамику имеет, а отрицательную динамику. Ну и в рамках соцопроса мы задавали такой вопрос, касающийся демэкзамена. Вы все знаете, что за последние годы достаточно большие были финансовые влияния для вообще обеспечения мастерских, педагогов, которые готовят к этому формату. Ну и мы решили узнать как у выпускников, так и у работодателей, а насколько вот этот формат государственная аттестация влияет на их трудоустройство, к примеру. И мы видим, что как это по мнению вот выпускников в данном случае, работодатели, ну они разделились. Треть считает, что не влияет, треть, что да, заинтересованность есть, а некоторые просто сомневаются. А вот влияние на трудоустройство, как они на себя ощутили при трудоустройстве, в большинстве все-таки говорят, что нет, никакого влияния, что ты приходишь и говоришь работодателю, я такой крутой, у меня один экзамен был. Нет, все-таки это такого важного как фактора влияющего на трудоустройство не оказывает. Но, что интересно, все выпускники отметили, что этот формат оказывает влияние на качество подготовки. То есть то, что им приходится дополнительно напрягаться и готовиться к этому формату, и что они изучают в ходе этого, это, как они считают, повышает их уровень, уровень их компетенции в данном случае. И вот получается, что демоэкзамен имеет все-таки большее влияние на качество подготовки, нежели на трудоустройство. Что касается заработной платы, у нас один из вопросов такой был, а все-таки влияет демоэкзамен, когда вот получают вместо человека, то ему как бы зарплата-то есть какой-то бонус-то? Нет, бонуса нет. Зарплата вообще никак не взаимосвязана, сдавал или не сдавал демоэкзамен. Вообще никакой связи, ни по какой специальности. Причем мы по разным специальностям смотрели, ни по одной специальности такой взаимосвязи нет. Дальше мнение работодателей. Тоже мы спросили у них, а они-то как считают им важны демоэкзамены. Казалось, нет. В большинстве случаев для них, да, какой-то процент ответили 45, что да, для них это было как бонус, но в большей степени нет. И также они ответили, что и зарплата в том числе, которую они назначают работнику, тоже никак не влияет от того, был этот геоформат демоэкзамены или не был в этом формате. Ну вот в принципе вкратце я ознакомилась с теми результатами. И в большей степени хотелось бы вот что здесь показать? Именно то, с чем связан переход из системы среднего профобразования в высшее все-таки не является этой ступенькой. Да, 10% это небольшой процент перехода в высшее образование. И второй момент, это все-таки для системы среднего профобразования, как мы считаем, это в нашем мнении, конечно, мы можем там спорить на эту тему, но трудоустройство по профессии и специальности это достаточно важный показатель в оценке качества самого образования этого уровня. То есть насколько он, ну это один из показателей определяющих качества. Ну вот у меня все, если есть вопросы какие-то. Спасибо большое за выступление. Коллеги, вопросы? Как вы измеряли спрос все-таки на профессии, особенно когда вы как регионы измеряют спрос на профессии? У них есть методика, на самом деле, она уже давно выпущена, мне вот Владимир не подкажет, она ему тут. Вообще есть выпущена методика по оценке спроса именно регионального, когда они составляют вот этот топ свой, там даже есть математическая форма, которая не определяет именно формате, сколько нужно людей. Это у них свое определение. Дело в том, что она не жестко привязана, она рекомендуемая, но не обязательно. И иногда спрос определяется просто рынком труда через те же бюро занятости. Простите, связанное с историей про телевиков, потому что, как бы я, человек, института образования, знаю историю про телевиков. На рынке труда есть большой дефицит учителей, допустим, они заказывают целевое обучение в том числе в колледжах и в учебниках начальных классов, но учителя начальных классов платят просто тысяч рублей. Это связано с заработными платами. Я же сказала, что целевики в основном все-таки очень значимы для того, чтобы обеспечить первые социально значимые наши части экономики. То есть, это учителя, это медики, естественно, потому что все они имеют небольшой заработной платой, но поскольку есть лазейка, то есть, люди умудряются отучиться на целевой программе и под конец не пойти работать в ту организацию, в которой прописаны. Но в первую очередь это идет договорная система, когда организация якобы сама отказывается от самого студента, ну, учащегося. не надо посчитать больше рублей. Может, я почему-то сказала, что эта группа спорная, вообще спорная, и это уже на усмотрение все-таки региона от самого. А то, что касается вот в регионах вот этих отсутствия сопоставлений, я вот сейчас хочу сказать, сами регионы отвечали на вопрос, почему они это не делают. Первый момент, это отсутствие каких-либо распоряжений и приказов по взаимодействию двух департаментов в регионах. Вы понимаете, рынок труда, за него отвечает департамент или министерство труда и соцзащиты, а образование, оно у нас в департаменте просвещения. И в открытую они между собой не взаимодействуют, если нету какого-то приказа или распоряжения. Второй момент, значит, то, что, это я с ними согласна, нет некие методики, утвержденные на государственном уровне, как проводить такое сопоставление. Это действительно очень сложный процесс, как, например, посопоставить на рынке труда, например, администратор салона красоты, он кто? Соответственно, в рамках образовательных программ. То есть, вот это, чтобы правильно сделать сопоставление, все-таки должна быть принята какая-то методика официальная, рекомендуемая. Но на самом деле, в рамках вот того проекта, который мы делали в прошлом году, мы сами разрабатывали вот эту матрицу сопоставительную. Она уже на первом этапе разработана. Вопрос ее внедрения, насколько внедрят, не внедрят, это ваш вопрос, конечно. Спасибо. Спасибо большое за ответ. Да, у нас еще вот вопрос от Веры Андреевны. Да, да, коллеги, если можно, я, видимо, продолжу нашу дискуссию про... Я, кажется, да, я, как говорится, верну. Вот, я сейчас вспомнила, как-то недалеко лежал наш этот доклад уровня ПСПО, и там данные мониторинга экономики образования, репрезентативная выборка по выпускникам, почему вы работаете им по специальности? Я прямо этот вопрос смотрю сейчас, и вот к чему я, к чему мой вопрос. Первый ответ, самое большое количество ответивших, не устроили условия, предложенные работодателями, ну, в общем, заработная плата, график, условия труда. Второе, это, как я понимаю, напрямую то, о чем вы говорите, отсутствие вакансий пополученной профессии, когда регионы оплошали со своими прогнозами просто незначимое в хозяйстве происходит, да? Третья позиция, низкий уровень зарплаты, но похоже на первый пункт, по-моему, ну, в общем, грубо говоря, вопрос такой, если я правильно реконструирую ваш тезис, то если мы подкрутим региональные прогнозы и все научатся их делать, и мы будем попадать примерно, то тогда у нас не будет этой проблемы. Насколько, где здесь, вот в этом, как бы, пространстве объяснения может лежать качество спроса на труд в регионах, условно, вот качество рабочих мест и вообще то, что нужные людям специалисты не приходят не потому, что их нет, потому что они никогда не придут на эти условия. можно, пожалуйста. Это у нас был тоже один из соцопросов, вот как касательно вот первого вашего утверждения, что он не устраивает. Дело в том, что сейчас работодатели просто в неком шоке от той молодежи, которая к ним приходит. Они уже приходят с такими требованиями, которые иногда даже специалист пройдя там ангелет работы не выставляет их. Это уже, к сожалению, ну, такой пафосность, что мы, мы же вот там, допустим, такой-то колледж закончили, у нас там прям вообще все круто, а вы нам что-то предлагаете там какой-то стартовой зарплату недобиваримую. Да, это как раз это вопрос, кстати, профориентации и настроя самих студентов. Что касается вопроса немножко по качеству, давайте так, о прогнозах. Тоже столкнулись в свое время, мы делали оценку стратегии развития регионов, в том числе стратегии развития образования в регионе. Вы знаете, когда мы вот просто оценили, сравнили их между собой, то зачастую стратегии, вот эти стратегии развития образования никак не отражаются в стратегиях развития региона. Они вот как-то сами по себе живут. И дело в том, что в свое время мы предлагали методику прогнозов в школе по школьному образованию, выступали также на конференциях, семинарах, и регионы старались, даже сами регионы, честно сказать, старались вообще не слышать, что эта методика есть. Только по одной причине, что им самим даже невыгодно знать, что у них будет в будущем. Они сейчас вот знают, им надо построить там пять школ, потому что на это можно выпросить деньги. А что они через там пять-десять лет просто будут пустыми, стоять? Это не важно. Поэтому вот не любят регионы проводить прогнозы на перспективу, особенно касается по уровням образования. вот, хотя такая возможность есть, в принципе, есть варианты, есть методики и все это делать. И вот сама Москва, город Москва, мы с ней столкнулись. Когда мы попросили сделать то же сопоставление, к сожалению, нам так и ответили. Вы знаете, мы делаем запрос из одного департамента в другой, а он просто не отвечает. нет ответа. Как мы можем это сопоставить? А получается, что зачастую система среднего профобразования, как КЦП формируется? Ну, кого можем выпускать, того и будем выпускать. Проще же так делать, да, если тем более нет никакой-то программы развития. Насколько вот сейчас кстати профессионалитеты смогут решить этот вопрос, это тоже покажет время. По факту. Решат хоть каким-то специальностям вот эти проблематики или нет? Спасибо большое. У меня еще тогда тоже будет вопрос, отчасти тоже в продолжение того, что коллеги задавали. Ну, во-первых, а каким образом измеряется, работает выпускник по специальности или нет? Это будет вопрос, да, они сами оценивают тебя. Действительно, это самооценка. Самооценка, да. А вот, ну, собственно говоря, вот вопрос, откуда идет вот такая значимость этого показателя? Потому что, ну, я вот просто объясню. На самом деле, если человек получает среднепрофессиональное образование, потом хорошо трудоустраивается, имеет высокую заработную плату, ну, какая нам разница, по специальности он работает или нет? То есть, ну, его система подготовила так, что он востребован рынком. Я понимаю, если мы оценим с точки зрения эффективности системы, в принципе, работает человек или нет, является он станником или безработным, или его уровень заработной платы, но не совсем понятно вот эта вот фиксация, значимость, излишняя вот этого показателя. Можно я немножко подключусь, да, Ломбина Владимировна. Тут я бы хотела отметить именно разницу между высшим образованием и среднепрофессиональным образованием. И то, что сейчас происходит в Министерстве просвещения, последние два года, это как раз идет основной вектор, это синхронизация подготовки рабочих кадров специалистов среднего длина, потребностям региональных рынков труда. Сейчас все, что происходит в системе СПО, включая профессионалитет и там опять-таки центров, ну, в смысле строительства и открытие центров опережающих профессиональной подготовки направлены именно на синхронизацию регионов потребностей регионов и выпуска выпускников системы среднего профессионального образования. Поэтому тут немножко ситуация отличается от того, что есть система высшего образования. К сожалению, нам приходится как раз рассматривать этот вопрос. И Лариса Юрьевна сказала, что исследование, которое мы сейчас частично представили результаты, это было как раз у нас в рамках госконтракта, который мы выкрали у Министерства просвещения. И как раз это был запрос Министерства просвещения. И они хотели сами посмотреть, сколько у нас трудоустраивается по специальности, сколько у нас устраивается после окончания обучения по договору целевому подготовке. И еще последний момент. Ну, демоэкзамена, кстати, это вопрос демоэкзамена. После демоэкзамена. Поэтому я немного такую предысторию сказала, поэтому как раз на этих трех моментах мы акценты делали. Трудоустройство после демоэкзамена, после договора о целевом обучении и по специальности. Ну, а кроме того, вы помните, вот я говорила, что дело в том, что уровень СПО, он финансово вложится на регион. И дело в том, что вот здесь для них важно, они же должны обеспечить кадрами свой регион в первую очередь, а не какие-то там соседние и думать там о другом регионе. И это важно, что если они обучают, ну, по специальности, давайте так, рабочей специальности, токарь, то и желательно, чтобы он перешел токарем, а не ушел менеджером куда-то. Ну, не знаю, мне кажется, что на самом деле, если он смог уйти потом менеджером или получить более высокоплачную работу, в этом нет проблем. СПО на рынок труда, на предприятие именно региональное рассчитано. Почему? И целевики вот здесь, потому что зачастую предприятия заказывают эти кадры. Но готовы платить им 8 тысяч рублей. Но, да, они их заказывают действительно. Ну, ситуация с заработными платами в регионе всегда, как бы, тяжела. Но, вот сейчас вам скажу, по соцопросам, вот, показывали, какие были заработные платы. Там 8 тысяч рублей было и 100 тысяч рублей. Все, конечно, зависит индивидуально от специальности. Здесь очень сильно вот эта сама специальность, она редкая, или она там, наоборот, более распространена. Очень сильно от этого зависит зарплата и все эти предложения. Ну, у нас нельзя исключать, что у нас молодежь теперь хочет сразу и все. Вы знаете, вот был пример в Санкт-Петербурге, мы общались с ЦОСом, Центр, как он там расширается, опережающий подготовки, ЦОПом вернее. И сами работники ЦОПов рассказывают, как ведут себя выпускники среднего профобразования, когда, получается, несколько работодателей начинают бороться за этого выпускника. но там вплоть до бонусов, что у нас есть спортзал, приходите к нам, понимаете, то есть мы вам там еще какой-то бонус и вот этот бонус. И они сидят еще и выбирают между, вот, то есть они еще не работали, у них еще практики нет, они уже выбирают набор бонусов, которые может предоставить работодатель. Это тоже, ну, в свое время уже какая-то, даже, мне кажется, в самой системе обучения им на подкорке какой-то вот складывают, что они там крутые специалисты. А они там, многие из них даже еще не пробовали, если в высшем образовании им 18 лет, они уже могут спокойно работать. В системе среднего профа еще не все совершеннолетние, и немногие-то пробовали вообще, что такое работа так хорошая. Хорошо, спасибо большое. Да, коллеги, спасибо. Я предлагаю перейти к следующему докладу, потому что у нас полчаса осталось, в принципе, до окончания секции. У нас следующий докладчик Татьяна Львовна Кличко, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы, и доклад на тему, что считать успешностью выпускников вузов. Татьяна Львовна, вам слово. Сейчас уберут коллеги свою презентацию, потому что... Коллеги, можете, пожалуйста, приостановить? Наверное, на самом практике. Коллеги, добрый день. я то, что называется, включусь в наше обсуждение, и мне очень интересен был доклад Веры Андреевны по той простой причине, что где-то 15 лет я даю своим магистрам на задание, чтобы они построили и посчитали издержки и выгоды своей образовательной траектории. То есть, почему они из 9 класса пошли, скажем, в 10-е они пошли в систему СПО, почему они выбрали тот или иной вуз для обучения, почему они пошли в магистратуру, они пошли работать после бакалавриата. И вот я имею, наверное, огромный пакет, таких кейсов, которые они делают и объясняют мне, почему они выбрали тот или иной вариант, почему где-то они слушают родителей, где-то во всяком случае поход в СПО для большинства тех, кто идет в хорошие вузы, он сразу отметается, говорит, что меня бы семья не поняла. И, в общем, за все это время, за 15 лет я имела только две или три траектории, связанные со средним профобразованием. Поэтому вот можно было бы дополнить то андитюдное исследование исследованием таких кейсов, которые достаточно интересны, потому что там просчитаны именно издержки и выгоды, которые несут люди, когда делают тот или иной выбор в своей жизни. Но это так к слову. Значит, с 2015 года Центр экономики непрерывного образования ведет исследование трудоустройства выпускников системы СПО и ВУЗов. Ну вот мои коллеги рассказывали про СПО. Я говорю про ВУЗы, ну и будем считать, что успешность карьеры связана с тем образованием, которое получали. Вот один из вопросов, который мы каждый год задаем, это является ли качественное образование гарантией успешной карьеры. Ну и вы видите, что только 40% окончивших высшие учебные заведения и что важно трудоустроенных отвечают, что качественное образование является таким гарантом успешной карьеры. Что касается 60%, то вы видите, что они в общем-то сомневаются в этом ответе и говорят, что качественное образование должно быть дополнено связями и везением, а еще кто-то почти четверть отвечает, что для успешной карьеры качественное образование вообще говоря не обязательно. При этом я бы хотела отметить, что примерно 50% тех, кого мы опрашивали, они уже работают учась. То есть в общем нацеленность их на работу достаточно высока. и поэтому для них вот эти оценки вполне такие осознанные. Более того, в трех регионах Ивановской, Новосибирской, Свердловской области, как вы видите, они дифференцированы по социально-экономическому положению этих регионов, мы задавали вопрос, а обязательно ли, по вашему мнению, вообще получать высшее образование. И вот здесь, как вы видите, тоже ответы, несмотря на тип региона по социально-экономическому положению, дотационный, середняк или донор, по тому, как бы, какой вид производства, так сказать, развит в том, ну, или тип экономики развит в том или ином регионе, мы получаем, в общем-то, в последние годы ответы почти 57%, что для успешной карьеры высшее образование не нужно. Тем не менее, тем не менее, в общем, где-то примерно 70% говорят о том, что для карьеры это может быть и не нужно, а вот для самореализации было бы желательно или получить высшее образование, или те, которые отвечают, его уже получили. Ну, а вот здесь ответ на вопрос, который связан именно с тем, что нужны связи для успешного трудоустройства, и это тоже немножечко уменьшается, вот эта доля родственников, друзей и знакомых, еще там в 15-м году она была больше 40%, теперь она 37,7%, но во всяком случае она достаточно устойчива и в общем-то первое трудоустройство как правило связано с тем, что включаются социальные связи для того, чтобы человек был трудоустроен. Дальше вы видите, как быстро, так сказать, снижаются вот эти проценты, отклик на лакансию это около 20%, а все остальное это вообще говоря уже меньше 10%, поэтому это очень важно видеть для того, чтобы понимать насколько так сказать ориентируются на своих близких те, кто трудоустраивается после высших учебных заведений. А вот здесь вы видите какая первая работа, так сказать, во что выливается это трудоустройство и та карьера, которая потом будет строиться на основе этого устройства. Вот сфера услуг и торговли, ну вот действительно сейчас мы говорим о сервисной экономике, и поэтому в общем-то не случайно, что туда идут больше, так сказать, части выпускников, но тем не менее скорее всего туда поступают те, которые в каком-то смысле не могут трудоустроиться в других сферах. Связано ли это с тем, что их трудоустраивают родственники или знакомые, связано ли это вот с распространенностью в стране вообще, поскольку действительно сфера услуг и торговли сейчас самая крупная работодатель у нас, но во всяком случае именно туда идет практически 21% выпускников вуза. Дальше это экономика, финансы, менеджмент, потом идет образование, инженерные специальности и медицина. Вот тот топ, с которым мы сталкиваемся, ну и соответственно возникает вопрос, почему именно такой топ у нас сложился, потому что юриспруденция, которая очень, скажем так, престижна на входе, она в общем-то не очень престижна и не очень востребована, как мы видим, на выходе. Ну и почти, так сказать, близка к сельскому и лесному хозяйству, которое, вообще говоря, для большинства выпускников вузов рассматривается как потеря, так сказать, успешности, если идти туда работать. вот это тоже удивительно, потому что мы говорим про то, что у нас очень хорошо развивается сельское хозяйство в настоящее время, но в глазах населения работа в сельском хозяйстве не связывается с успешностью карьеры. А вот здесь я потом попытаюсь ответить на вопрос работа по специальности или не по специальности, почему? Потому что действительно возникает вопрос, как делается выбор того, куда идти учиться и почему. И вы видите, что 44 примерно процента связано с тем интересом, который проявляет молодой человек на выходе из школы. И дальше 20%, это 21% это советы родителей, но еще легкость поступления и обучения, то есть некоторая гарантия поступления, затем идет возможность найти хорошую работу по представлению тех, кто делает этот выбор, и модная популярная специальность, которой сейчас надо бы заниматься. Ну, а дальше мы получаем причины работы не по специальности. Я согласна, во-первых, что оценка работы не по специальности, во-первых, весьма условно, во-вторых, чем быстрее развивается экономика, тем меньше выпускников вузов работает по специальности, и это закономерно. Всегда, когда мне говорят, что должны работать по специальности, я говорю, что примерно 60% выпускников Гарварда работают по их собственным словам, не по специальности, и что это следовало по нашему восприятию Гарвард срочно закрывать, потому что, представляете, больше половины работают не по тому, чему учили. Но, тем не менее, выпускники Гарварда, работающие как по специальности, так и не по специальности, считаются вполне себе успешными людьми, поэтому вопрос в современной экономике работы не по специальности не является, на мой взгляд, очень важным. Если человек трудоустроен, его это трудоустройство им оценивается как хорошее, то, в принципе, все в порядке. Но вот причины, почему работают все-таки не по тому, чему учились, на мой взгляд, заслуживают внимания. Вот здесь показано, что достаточно много тех, кто работает не по специальности, отвечают, что они работают, потому что другая специальность более интересна. То есть первоначальный выбор не оправдывает себя. Советы родителей очень часто, как отвечают наши респонденты, говорят, советовали родители, потом оказалось, что это неправильно. поэтому вот здесь разбираться, так сказать, на мой взгляд, вполне нужно. То есть те представления, которые, по которым делается выбор в 17-18 лет, они оказываются не вполне, так сказать, релевантны. И здесь, на мой взгляд, вот то, что сейчас обсуждается, переход к специалитету, как наша национальная идея, в новой модели национальной системы образования, на мой взгляд, это было бы трагической неправильностью, потому что для достаточно большого числа первоначальный выбор не оправдывает себя. И если в самой системе образования ты можешь поменять траекторию, то, скорее всего, для успешности, для самореализации это достаточно было бы хорошо. Ну и две экономические причины, о которых здесь уже говорилось, это работа по специальности плохо оплачивается, то есть молодежь по экономической причине не хочет работать по тому, чему его учили, даже если это сама специальность ему нравится и кажется интересной. И второе это то, что рабочих мест там, где он закончил, ну, как правило, очень мало, а ресурсов, предположим, на переезд в другой регион может не быть. Поэтому вот эти две экономические причины, которые, скажем так, мы можем говорить о том, что неважно работает человек по специальности или не по специальности, действительно неважно, но если причины связаны не с выбором, а с тем, что есть экономическая причина, по которой человек меняет свои представления, то, как правило, это в общем снижает успешность или восприятие успешности и самореализация. Ну и чем я хочу закончить? Я хочу закончить тем, что в ближайшее время, как мне представляется, мы увидим изменения внешних условий выбора и, соответственно, мы увидим достаточно серьезное изменение представления об успешности или неуспешности и выпускников вузов, и тех, кто поступает в эти вузы. Все будет зависеть от продолжительности проведения специальной военной операции и будет связано с тем, будут увеличены сроки службы по призыву до двух лет, то, что сейчас обсуждается или нет. если мы будем видеть продолжительность достаточно серьезную этой специальной военной операции или мы увидим повышение сроков службы по призыву до двух лет, то можно прогнозировать очень большой рост спроса на очное, очное, заочное высшее образование. прежде всего для юношей. Семьи будут менять свое представление об успешности и вот здесь важно то, что вопрос о качестве программы идет на второй план. Главным будет попадание на бюджетное место или на дешевые платные программы, поскольку скажем так другие предпочтения будут выходить на первый план. То есть не качество образования, а вообще получение высшего образования. Вы увидели, что 56% и так в общем не ориентированы на качество, но здесь мы будем видеть совершенно другую мотивацию. И рост спроса на платное обучение в вузах в регионах близки к крупным агломерациям. это прежде всего будет важно для молодежи Москвы, Санкт-Петербурга, крупных других городов. Почему я про это говорю? Я вот сейчас перелесну этот план. И для меня это было вообще говоря некоторым таким шоковым наблюдением, потому что вдруг в Рязани во-первых доля тех, кто платит за обучение значительно выше, чем в других регионах обычно где-то 20-23 процента, здесь 30, а во-вторых, если в других регионах в основном как бы платят за бакалавриат и вообще, то здесь основные деньги сосредоточены в специалитете и магистратуре. Ну и когда я задумывалась, то стало понятно, что вот те, которые не могут себе позволить учиться на платных программах в Москве, потому что это дорого, да, они едут в Рязань и соответственно там. И думаю, что вот эта практика формирования такого пояса, где будут учиться молодежь из Москвы и Санкт-Петербурга в дешевых программах, но для самих регионов они может быть не очень дешевые, но для Москвы и Санкт-Петербурга они будут дешевыми и там для Екатеринбурга и если раньше молодежь Москвы и Санкт-Петербурга в общем предпочитала учиться у себя в Москве в городах, так сказать, то теперь они будут мигрировать в эти пояс ближних регионов для того, чтобы получить уже высшее образование, ну произойдет падение спроса на заучник. Ну и как ни странно, хотя вот на мой взгляд специалитет это такая тупиковый выбор, но поскольку после специалитета хотят разрешить обучение в магистратуре, то вполне вероятен спроса на специалитет магистратуру и аспирантуру просто как на более длительное обучение, причем оно может быть и платным, но вот в дешевых регионах, да, и после того, как мы получим возможность поступать после специалитета в магистратуру, то может резко вырасти спрос на магистратуру, сейчас он в общем большинство регионов не очень большой. Ну и если говорить вот о тех траекториях, то вот здесь я выписала те траектории, которые вообще говоря будут строиться, они будут вообще говоря несколько иные, чем те, которые нам сейчас казались бы оптимальны. Ну и еще один момент, это рост спроса на подготовку в организации ФСПО при ВУЗах, причем на платных программах, но те, которые будут вообще говоря гарантировать переход затем из системы ФСПО в высшее образование. Ну дальше можно говорить о тех программах, которые будут востребованы и рассматриваться как гарантия успешности. Это рост спроса на программы востребованные ОПК, то, что было вообще говоря, ранее до военной реформы, когда в общем-то если уже идти в эту систему, то иметь просто гарантию трудоустройства и брони, ну и дальнейшие рост спроса на медицинские специальности, которые вообще говоря и так растут. Ну а если говорить про изменения экономической ситуации, то я отметила бы то, что сейчас будет очень важным, связанное с изменением цепочек поставок и развитием параллельного импорта, это то, что показала уже пандемия, то, что показывает специальная военная операция, это то, что будет расти конечно спрос на логистов, это уже понятно, вообще роль логистики в современном мире оказывается очень и очень важной, ну и второе, если мы переориентируемся на другие направления по включенности в экономические связи, то вот рост спроса на специалистов, которые занимаются Азия, Африка, Латинская Америка, причем как экономическими отношениями, так и правом в этих странах оказывается очень востребованы. Ну еще раз покажу вот эту картинку, потому что мне кажется, что это некоторое будущее наших крупных городов, то, что из них молодежь поедет в некоторые другие регионы, ну и спасибо за внимание. Татьяна желала большое спасибо за интересную докладчику. Как-то я в двух аудиториях одновременно все сейчас вроде нормально. Коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Все либо понятно, либо непонятно, либо как бы не очень. Мне показался очень интересный на самом деле прогноз, то, что последний слайд у вас был. Единственное, что вопрос конечно зависит от того, насколько будет межстрановая миграция доступна и не получится ли так, что мы станем импортером. То есть не импортер, а по сути у нас будет очень большая образовательная миграция из России. мне представляется, что поскольку сейчас, хотя вот последний уже рейтинг там все-таки включал наши вузы, но тем не менее есть определенные ограничения на наше печатание в рейтинговых зарубежных журналах, они стараются там не принимать наши статьи скопусовские веб оф саймс, то поэтому участие в рейтингах будет достаточно сильно затруднено и вообще говоря, наш доступ к научным базам тоже сохранен, то мне представляется, что развитие наших образовательных связей, особенно магистратур, почему вообще говоря, переход на специалитет чисто и мне кажется крайне ущербным, то, что нам надо будет ехать в магистратуру Казахстана, Китая, Индии, для того, чтобы получать вообще возможность доступа к современным научным базам, к современным научным разработкам, к тем технологиям, которые будут, потому что вопрос технологического суверенитета это вопрос на таком уровне будет строиться технологический суверенитет, на низком или все-таки на современном, для того, чтобы иметь возможность строить его на современном, надо иметь информацию о том, что такое современный уровень, и именно вот это, так сказать, скажем, направление движения может оказаться очень и очень важным для нас. Поэтому я и пишу о том, что изучение вообще говоря в Атинской Америке, Азии, Африки, если мы застреваем вот в такой позиции, будет крайне востребованным. мне кажется, мы еще очень сильно бенефициарами этой ситуации могут стать вузы, вот то, что вы сказали, в Казахстане, даже в Армении, в каких-то других странах, где люди будут просто ехать, чтобы поступать в магистратуру, а потом, может быть, оттуда, в Европу, в ту же или куда-то дальше. То есть, вот такое впечатление, что мы образовательную систему постсоветских стран очень сильно поднимем нашим человеческим капиталом, который выехал и который будет уезжать и студентов, мы говорим, и преподавателей и так далее. Да, но я думаю, что мы начнем с одной стороны это так, с другой стороны, я думаю, что так же, как был вот Балашак для Казахстана, когда они стали очень жесткие требования на возвращение, да, вплоть до того, что если человек не возвращался, то страдала семья, вот, и поэтому ребята возвращались, да, поэтому мне представляется, что будут выработаны вот такие же как бы механизмы для того, чтобы вернуть, по крайней мере, часть. Даже в Китае там примерно 20, ну, то есть больше 20, где-то 40 процентов остается, а 60 все-таки возвращается. поэтому, ну, и кроме того, Европа сейчас не очень стремится брать на работу россиян, поэтому еще какое-то время это будет не очень доступно, поэтому будут возвращаться или оседать в том же Казахстане, Китае, Индии, Бразилии, то есть расширение БРИКС может быть еще и способом расширения миграции нашей молодежи за рубеж, которая сейчас обсуждается. Хорошо, большое спасибо, коллеги. Есть ли какие-то еще вопросы? Если вопросов нет, тогда еще раз поблагодарим Татьяну Львовну за доклад, коллеги, но мне кажется, что сегодня очень такая интересная дискуссия состоялась, несмотря на то, что доклада было три, а не четыре, мы даже еле успеваем с точки зрения времени, и очень много интересных дискуссий, вопросов было и так далее. Поэтому хотел поблагодарить всех докладчиков и коллег, которые присутствовали в аудитории за интересные доклады, вопросы, и надеюсь, что все получили какие-то новые знания и удовольствие от нашего сегодняшнего обсуждения. Всем спасибо, и увидимся на других секциях конференции. Спасибо. До свидания.